Комфортно под крышей дома своего эти жители не чувствовали себя давно. Строению на улице Максима Горького больше века. Постройка крепкая, еще не один десяток лет простоит. А вот кровля под натиском времени и снега сдалась. Достучаться до бывшей управляющей компании «Альтернатива» не удавалось. Я вот живу в этом доме с 68-го года. У нас никто ничего не делал. У нас настолько течет, у меня обвалились потолки. Лед тронулся под действием программы капитального ремонта. Ждать весенней капели не стали. К работе подрядчики приступили в феврале. Попутно восстановили и разрушенные вентиляционные трубы. Завершить ремонт обещают через две недели. Жителям такая зимняя переделка неудобств не доставила, уверяют строители. Если мы что-то снимаем, мы в этот же день закрываем. И крышу открытую на ночь не оставляем никогда. Капремонт домов можно вести круглый год. В холода менять трубы, ремонтировать крыши, проводить внутренние работы. Этой зимой отремонтировали несколько сотен домов. Наши кураторы закреплены за каждым объектом. Соответственно, в зимний период, так как эти работы особо напряженные, инспектора выезжают на объект чаще и проверяют буквально каждый шаг. Комиссии общественной палаты региона и фонда капитального ремонта проверили, как идут работы и как выглядят результаты. Дом 56 на Полевой сдал первый зимний экзамен. Фасад здесь отремонтировали прошлой осенью. Раньше дом 1970 года постройки промерзал. Подрядчики обследовали здание тепловизором, нашли слабые места, потом утеплили и оштукатурили кирпичный фасад. На все ушло меньше двух месяцев. Теперь надо делать автоматические системы управления тепловизором, чтобы все это действительно не просто сделали ремонт. Это да, хорошо. Но здесь теперь надо добиваться экономии, а экономия тепла можно добиться, чтобы установить эти автоматические системы. Следующим шагом должна стать установка приборов регулировки тепла. Так и платить за отопление жители будут меньше. По приблизительным подсчетам на ремонт фасада, а это почти 5 миллионов рублей, собственникам квартир пришлось бы 31 год собирать взносы. С помощью программы капремонта утеплились гораздо быстрее. В Самарской области уже отремонтировали 1100 домов. В этом году в планах еще почти 2000. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.